Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Асадчий Алексей Евгеньевич, директор Центра биоэлектрических интерфейсов и профессор факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Алексей Асадчий – один из ведущих российских ученых в области нейровизуализации и алгоритмических основ обработки сигналов в нейрокомпьютерных интерфейсах. Во время обучения в аспирантуре университета Южной Калифорнии Алексей Асадчий разработал ряд новых методов для автоматической идентификации эпилептогенных зон при многоочаговой эпилепсии на основе анализа магнитоэнцефлографических данных. Сегодня эти подходы применяются для повышения точности диагностики пациентов с эпилепсией. В настоящее время Алексей Асадчий руководит первым российским проектом по разработке алгоритмических и экспериментальных основ технологии двунаправленных инвазивных нейроинтерфейсов на основе электрокартикографии. Алексей Асадчий – автор более 30 публикаций в авторитетных международных журналах, специализирующихся на методах функциональной нейровизуализации и их приложениях в реальном времени. Алексей Асадчий в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем наш нейробиологический цикл, в котором ближайшие коллеги Алексея Евгеньевича, начиная с Александра Яковлевича Каплана, дальше был у нас Михаил Лебедев, Сергей Шишкин, Дарья Клеева, ваша аспирантка, и вот вы. Мы продолжаем этот цикл, но если ваши предшественники рассказывали подробно об интерфейсах мозг-компьютер, о возможностях терапевтических, которые основаны на фундаментальных свойствах нервной системы и нервной ткани, то, предваряя этот выпуск, я хочу обратить внимание на то, что для того, чтобы все вот это замечательно развивалось, о чем я только что сказала, и нейроинтерфейсы, и все эти возможности, нужно понимание, что такое мозговая активность. И вот сегодня наш гость нам расскажет об одном из новых подходов к изучению этой самой мозговой активности, магнитоэнцефалографии от клиники до фундаментальной науки. Я обратила внимание на, на первый взгляд, протоксальный такой порядок. Обычно бывает от науки к клинике, да, а у вас вот все наоборот. Это, наверное, не случайно. Пожалуйста. Действительно, магнитоэнцефалография, ну, она на самом деле уж не такая и новая технология, и началась она развиваться довольно давно, я об этом сейчас расскажу в деталях. Но клиническое применение, и почему она на самом деле стала, на нее обратили внимание люди, потому что одно из первых клинических применений было связано с мониторингом интерфейтальной активности у пациентов межсудорожной, и локализацией плептогенных зон. И вот тут она нашла свое довольно серьезное применение, и именно из-за этого она выжила, потому что вот я был причастен, еще когда мы в Соединенных Штатах работали, был причастен к тому, что мы, на основе в том числе и наших работ, было подтверждение, что эта технология позволяет лучше, чем стандартная электроэнцефалография, вот мониторинг суточный, который лучше локализовать эти патогенные зоны. И вот она выжила, получила, даже в Америке она получила специальный код страховочный, который включает вот этот вот магнитоэнцефалографический мониторинг, включает в стандартные процедуры, и за это, в общем, страховки платят. Вот поэтому, и, собственно, это и дало возможность поддерживать довольно дорогое оборудование. Ну, а фундаментальная наука, действительно, при помощи магнитоэнцефалографии можно видеть активность мозга с очень высоким временным разрешением. Вот здесь вот, если обратить внимание на вот эту картинку, в левой части графика показано вот это красное пятно, которое состоится в магнитоэнцефалографии, и он стоит в зоне, которая соответствует довольно высокому пространственному, на порядка 4 мм разрешению, и временному разрешению порядка 1 мс. Это говорит о том, что мы, с одной стороны, можем различить нейронные популяции, которые находятся друг от друга на довольно маленьком расстоянии, там порядка 4 мм, учитывая, что мы это видим издалека, да, но и при этом же мы можем различить события во времени, которые стоят друг от друга, там, ну, конечно, миллисекунды, это, наверное, здесь перебор, но 10 миллисекунд уж точно. Вот, этим не может похвастаться ни одна другая неинвазивная методика кортирования активности мозга, потому что вот здесь вот и ФМРТ, и позитронно-эмиссионные томографии, они все, конечно, завязаны на гораздо более медленные процессы, как кровоток, метаболизм в мозгу, и, соответственно, это гораздо медленные, более медленные потенциальные методы визуализации активности мозга. Вот поэтому, конечно же, при помощи МЭК можно получать ответы на очень интересные вопросы, связанные там с формированием речи, тем, как человек порождает эту речь, тем, как он воспринимает эту речь, потому что известный факт, что мы воспринимаем слова на очень быстро, то есть понятно, что здесь играет большую роль контекст и все, но тем не менее какая-то обработка происходит, какие-то взаимодействия, безусловно, между более высокими уровнями обработки в голове и первичной корой, которая воспринимает акустический сигнал, они, безусловно, имеют место быть, и вот эти тонкие взаимодействия как раз магнитная цифрография и позволяет оценить. Ну и в конце я сейчас не буду рассказывать, там будет такая изюминка, связанная с очень интересной теорией, которую вы на вашем канале уже рассказывали, которой тоже при помощи магнитной цифрографии можно получать очень интересные результаты и подтверждение, что это работает на людях. Но это пока очень все предварительно. Вот. И, ну, магнитная цифрография, она аббревиатура, это МЭК, магнитная цифрография, происхождение сигнала у нее на самом деле очень похоже на происхождение сигнала к привычной всем электроэнцефрографии, и связано это с так называемыми постсинаптическими потенциалами, распространением по дендритам пирамидальных нейронов, которые, когда их много, порождают магнитное поле, которое потом регистрируется при помощи сенсора. Ну, то есть, как в катушке, электричество рождает магнитное поле. Абсолютно, все абсолютно то же самое. Здесь, по сути же, стоит катушка, но в стандартных системах эта катушка, она связана с так называемым переходом Джосефсона, и вся эта история находится в состоянии сперпроводимости. И это позволяет регистрировать очень маленькие перепады тока вот в этой катушке, соответственно, позволяет регистрировать слабые изменения очень слабых полей. А это необходимо, потому что само поле, порождаемое нейрональными источниками, оно на 8 порядков оказывается слабее, чем магнитное поле Земли. То есть магнитное поле Земли там порядка 50 микротесла, здесь мы говорим там о фимтотесла. Для того, чтобы вот эту штуку регистрировать, нужно, во-первых, очень чувствительные датчики, а с другой стороны, нужно специальное оборудование, нужно специальная комната магнитоизолирующая, которая экранирует испытуемого, ну и всю систему от внешних полей. Да, причем даже не столько от магнитного поля Земли, потому что оно медленное, оно очень медленно меняется, если меняется, то очень медленно, то от этого довольно легко устраиваться. Но есть куча других полей, там, вот, там, не знаю, всяких там отверток, автомобилей, там, городской шум, метро. Ну да, если учесть, что сколько сейчас всякой электроники, начиная с мобильных телефонов, да? Да, да, очень много всего. Вот, ну и плюс сенсоры, которые находятся, они организованы вот в такую вот систему, да, которая обрамляет голову, по сути, но фиксированная, вот стандартная система классическая, да, это такой, как, ну, как, на самом деле, очень похоже на фен в парикмахерской, только большой, чуть побольше. Ну, а как вы же старели, по-моему, сейчас так и поняли. Да, ну, а сейчас же нет, да? Да, ну, это в старых фильмах можно увидеть эти вот такие штуки на голову. Вот, и магнитное поле, на самом деле, очень быстро затухает. Оно затухает, вот, там, как куполь, зависит от конфигурации, как куполь квадрат расстояния от источника. И получается, что сенсоры-то вообще было бы неплохо размещать очень близко к голове, чем ближе, тем лучше. Ну, вот в классических системах это невозможно, но сейчас я расскажу о еще других системах, новых совершенно, о которых уже появляется возможность поместить сенсоры непосредственно на скальп, непосредственно в максимальной близости к мозговой ткани, что позволяет зарегистрировать активность мозга более эффективно. Если говорить о, почему же магнитное поле, почему магнитная энцефалография, а не электроэнцефалография, врачи очень часто спрашивают, в чем же цимус, в чем же, вот, непосредственно преимущество. Преимущество вот какое. Электроэнцефалография, она, конечно же, вот если мы поместим какой-нибудь, это все результаты моделирования, если мы поместим, причем оно довольно точное. Вот, если мы поместим какой-нибудь источник, ну, в данной ситуации, в центр головы, в центр мозга, ну, там, батарейку какую-нибудь, да, вот, и вот она в этой проводящей среде начнет разряжаться. пунктиром показано, вторичные токи, так называемые. Вот этот толстый белый, это первичный ток, который вот батарейка наша, да, а вот она разряжается, ну и, понятно, вот такие вот линии тока, они возникают. И вот эти линии тока, которые, этот ток, выходящий за пределы черепа, то есть, понимаете, да, он должен дойти до черепа, преодолеть плохо проводящий череп и сформировать вот такую вот разницу потенциалов на скальпе, которую мы и регистрируем при помощи электроэнцефалографии. То есть мы ставим сенсор сюда, ставим сенсор сюда, и вот у нас уже разница этих потенциалов, которые мы можем регистрировать, и то, как она меняется во времени, в зависимости от изменения, там, силы вот этого первичного тока, да. И понятно, что вот эта вся картина, которую мы видим неинвазивна, она очень здорово зависит от того, как эти вторичные токи потекут. Ну, они могут потечь вот так, они могут по-другому потечь, а это все, соответственно, зависит от профиля проводимости, да, вот, ну, как там, вот, а это у каждого человека свое, плюс абсолютное значение проводимости у каждого свои, плюс они меняются, там, вы попили много воды, она одна, вы попили поменьше воды, Она другая, то есть вы там побегали При нём лекарстве или что-то, она третья То есть всё очень сильно меняется И поэтому получается, что смоделировать голову Как именно электромагнитный проводник Довольно сложно, чтобы описать Вот это распределение магнитного поля А это что значит? Это значит, что смотря на это электрическое поле Очень сложно точно понять Откуда пришло оно Какой источник его породил А вот магнитное поле, оказывается, что оно гораздо меньше Оно зависит, конечно, но гораздо меньше от этих поля за пределами головы, гораздо меньше зависит от этих вторичных токов. И получается, что мы можем локализовать источник, найти, где он находится, по измерению магнитной активности за пределами головы, в непосредственной близости, гораздо точнее, чем по электроэнцефалограмме. И дальше там можно проводить всякий анализ математический, довольно сложный, который, ну, обычно мы как делаем, мы говорим, ну, хорошо, вот у нас здесь диполь, да, вот мы измерили вот такое поле. А с какой точности я могу его локализовать? Вот давай посмотрим. И вот на основе моделирования можно понять и получить вот, собственно, те картинки, которые вначале были, о пространственном разрешении. И пространственное разрешение ЕГЭ – это, ну, сантиметры, вот, то есть это действительно довольно большие пятна и не очень высокая точность. А здесь 4 миллиметра. А здесь, да, 4 миллиметра, может даже и выше быть. У моего коллеги Сильвана Баяев в свое время была статья, где он показывал вообще миллиметровое разрешение, но на тех зонах коры, которая искривлена, потому что где максимальная кривизна коры, там максимальная точность застигается, потому что получается, что вот эти вот дендриты, вот этих нейронов, они же направлены перпендикулярно коре, и вот они, активность если перемещается, и дендриты, ну, и ориентация меняется, а МЭК очень чувствительна, ну, и вообще вот эта электрофизиология, потому что если ориентация диполя поменялась, то вот эта линия средняя, она фактически поворачивается. То есть если у нас становится глубже диполь, то у нас просто немножко расширяется картинка. И если он повыше становится, она сужается, поднимается, она сужается, а если он поворачивается, то на всей карте мы видим вот этот вот поворот этой центральной линии нулевой. Вот, и это, естественно, очень сильный признак, который позволяет очень точно отследить. А поскольку на участке с высокой кривизной положение диполя связано с ориентацией, то вот и получается высокое пространственное разрешение. Вот мы, кстати, об этом еще поговорим, о вот этом вот устранении этого диполя, движением диполя по коре, но в контексте эпилепсии. Вот, так что вот магнитная сфотография действительно, ну и плюс, конечно же, у меня есть то, что называется по-английски educational bias. Моя PhD-диссертация, которую я делал в Университете Южной Калифорнии, она была связана как раз с магнитной сфотографией, с разработкой данных больных эпилепсии. Вот, ну и как-то я вот... Это навсегда. Ну это навсегда, да, это правда. Все говорят, что большинство ученых, они стараются свести любую задачу к своей кандидатской диссертации. Ну, или докторской, не важно. Ну вот как-то оно вот так происходит. Вот. Но сама вот, если говорить о МЭК, возникла она, ну я говорю, вот классический МЭК, который на основе сверхпроводящих квантовых интервьюционных устройств, он возник довольно давно. В 1971 году Дэвид Коэн и Эдгерсак провели первое измерение. Здесь вот показана, это первая магнитная энцефалограмма, где показана магнитная энцефалограмма до закрытия глаз и после закрытия глаз. Вот видно прекрасно альфа-ритм. То есть, да. А сделано это на основе сенсора вот сверхпроводящего квантового интервьюционного устройства, разработанного у компании Ford. Тогда она производила вот такие машины, ну и параллельно, соответственно, делала вот такой вот сенсор. Вот. И это было на самом деле, конечно, революция во всей этой штуке. Сначала это был один сенсор, то есть измерялось, прикладывалось с одной стороны, потом это было несколько сенсоров, которые прикладывались сначала слева, потом справа. Ну а потом уже появились вот многоканальные системы. И сейчас в системах там 275 каналов, 306 каналов, которые позволяют регистрировать магнитное поле в непосредственной близости от головы. Да, но и происходит это все вот в такого рода магнитно-извалирующих камерах. Они, правда, сейчас квадратные стали, кубические. Но это вот первая камера, которая в MIT была. У вас есть такие? У нас есть такая камера в МГППУ, это Московский государственный психологический университет, с которым Высшая школа экономики сотрудничает. Это вот где Сергей Шишкин. Да, да, где МЭК-центр. Вот. У нас есть там камера, и мы приобрели свою собственную камеру 29 декабря 2021 года. Соответственно, теперь она лежит у нас, и когда ее соберут, мы не знаем. Понятно. По известным причинам. Вот. И потому что сборка ее довольно трудоемкий процесс, то есть, поэтому мы очень надеемся, что что-то изменится. Это вот с одного из производителей, с сайта одного из производителей. Так выглядит система, то есть это сосуд, наполненный жидким гелием, который поддерживает все, что находится внутри состояния сверхпроводимости при низкой температуре. Вот. Ну, а это вот принцип регистрации. Вот действительно магнитное электрическое поле порождает магнитное поле. И это магнитное поле проходит через катушечку. Мы со школы знаем, что магнитный поток, проходящий через контур с током, порождает в этом контуре тока электродвигающую силу, которая, собственно, регистрируется. Единственное, что это очень слабенький ток, который возникает, и он регистрируется при помощи так называемого перехода Джосефсона, который является сердцем, собственно, вот такой классической магнитной энцефалографии. Ну, испытуемость сидит, ему прекрасно, ему вот прохладненько. Толщина вот этой вот штуки, вот этой вот, порядка трех сантиметров, ну и плюс сенсоры еще немножко удалены. То есть они оказываются довольно далеко, вот эти скандартные сенсоры, довольно далеко от коры головного мозга. То есть он на голове это держит? Ну, он не держит, нет, ну что вы, ее невозможно держать, она тяжеленная. То есть, нет, она, ты сидишь просто, ну как под этим феном или что-то. Очень комфортно, надо сказать. Я вот помню, когда я был студентом, вот в посадине, там у нас стояла эта магнитная графическая система, и там очень удобно спать, там когда бессонные ночи, там или что-то. Я потом днем забирался туда и лежал, там спал, там тихо, прекрасно, очень хорошо. Голову охлаждает, вообще хорошо. Вот, голова в холоде, ноги в тепле, знаете же, да. Вот, ну вот, а вот что интересно, что недавно, ну как недавно, уже тоже лет 10 даже плюс назад, начали развиваться, ну собственно эта оптическая магнитметрия развивалась давно, но достигла точности, чувствительности, которая необходима для регистрации активности мозга, она относительно недавно. Это вообще другая технология, которая позволяет, но тем менее она также позволяет регистрировать слабые магнитные поля, ну в том числе от биологических объектов. Тоже с чувствительностью там порядка там единиц, в чем-то тесла на корень из герцов. Вот, система, вот если говорить о том, как она выглядит, она выглядит уже более похожа на эго-систему, то есть это такой шлем, шлем, и вот эти датчики, которые на самом деле размером с жвачку лавыз, то есть по сути, вот они. Вот, и они также позволяют измерять два поля в двух направлениях, а сейчас уже есть, которые в трех направлениях, размещают непосредственно поверхности головы. Есть, конечно, с этими датчиками тоже проблема, потому что, разместив эти датчики, когда у нас датчики фиксированы, то они не чувствуют, ну короче, они фиксированы, они в одной магнитной среде находятся. Да, а если датчики у нас на голове, и мы начинаем двигать головой, то мы вносим, естественно, дополнительные помехи. И вот эти датчики такие, которые производятся американской компанией Куспин, они на самом деле такие, что они насыщаются, у них такой принцип работы, что при больших внешних магнитных полях они насыщаются и перестают работать. Поэтому нужно либо человеку сидеть в покое, либо разрабатывать специальные системы, которые не только подавляют вообще грубо поле, а еще вот в каком-то небольшом объеме выравнивают это поле, так что оно неизменчиво в пространстве, ну и плюс тоже уровень его относительно низкий. Принцип работы очень похож на самом деле на то, как работает МРТ-сканер. То есть есть газ, рубиди или цезий, это металл и его испарение. То есть они находятся в ячеечке специальной, которая размером, ну, порядка кубического сантиметра, ячеечка. Мы через эту ячейку просвечиваем лазерным лучом, и после того, как мы с циркулярной поляризацией, и в результате такой, так называемой, накачки, все эти спины атомов, они выравниваются перпендикулярно плоскости популяризации. Ну, собственно, физические эксперименты... Да, очень похожи, единственное, что... С этими ловушками... Да, 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 вот это все. Вот, а дальше все очень просто. Ну, вот, например, в так называемой двухлучевой схеме мы другим светом лазера, перпендикулярно направленным, мы просвечиваем через эту ячеечку, и магнитное поле, оно, само по себе, вызывает прецессию вот этих вот спинов вокруг вот этой вот оси, оси накачки. Вот, оно вызывает прецессию, а эта прецессия вызывает, естественно, флюктуации, там, то ячейки становятся более проводимые, то менее проводимые, менее прозрачные. И вот это изменение яркости мы можем видеть на фотоприемнике, которые мы ставим с другой стороны, то есть мы начинаем, мы просвечиваем с одной стороны, а на другой стоит. Вот, и вот эти флюктуации мы можем регистрировать. Это и есть оптическая накачка, собственно. Это и есть оптический магнитометр, а вот это оптическая накачка, а это уже методика считывания, то есть мы вторым лучом, то есть мы их выстроили, они у нас как солдатики стоят, и единственная причина, почему они могут начать прецессировать, это внешнее магнитное поле. Вот это внешне магнитное поле, оно их отклоняет в эпидекулярном направлении, да, и вот они начинают себе протестировать. Вот такая чувствительная штука. Да, очень чувствительная штука, порядка единиц в чем-то Тесла, и мы в том числе сейчас с нашими коллегами из ФТИОФа питерского, Антон Вершовский, там вот наш коллега и, в общем, вдохновитель этого всего дела, мы с ним разрабатываем системы на наших собственных датчиках. Пока это идет сложно, но у нас уже есть прототипы сенсоров, единственное, что они у нас не такие компактные, но зато наши сенсоры не насыщаются во внешнем магнитном поле, то есть они в этом смысле получше, но чувствительность у них чуть похуже. Ну вот сейчас мы думаем, очень скоро, я думаю, мы выйдем на уже натурный эксперимент с человеком, вот, с этими нашими новыми сенсорами. То есть, что, в общем, довольно занятная история, если вдруг это случится, будет прям, будет очень хорошо. Ну и вот если сравнить действительно две системы, то вот эта стандартная система, да, такая вот она огромная, большая, она красивая, конечно, но вот, и вот такая компактная. Мы тоже сами экспериментируем с вот этими сенсорами. И вот мой сотрудник Никита Федосов, это вот пример, ну, все-таки невозможно не поговорить про интерфейс масс-компьютер, вот, это примеры диамоторного интерфейса, реализованного на вот этих сенсорах, на МОН, магнитометры с оптической накачкой МЭК. То есть тут идея-то очень простая, да, то есть диамоторный интерфейс, он как работает? Он следил за активностью так называемого сенсоромоторного ритма в зоне представительства, ну, в данной ситуации руки, да. И там в тот момент, когда вы думаете о руке, уровень этого ритма низкий, а в тот момент, когда вы расслабляетесь, сидите просто расслаблено, уровень высокий. То есть, вот, ну и все, по большому счету. Вот, и вот можно вот если человеку давать задание на экране, что ты вот сейчас думай о руке, а ты вот сейчас не думай, ты сейчас в покое сиди, вот здесь черным нарисовано, когда нужно думать, когда в покое, и вот видно прям, то ритм есть, то его нет, то он есть, то нет. И совершенно потрясающий уровень сигнала при помощи одного сенсора, по сути, вот здесь вот удается достичь очень высокой точности, то есть классификации вот этих двух состояний. Вот, пожалуйста, то есть один сенсор, никакого геля, ничего, все бесконтактно. Ну, конечно же, магнитизолирующий к камере. Если человек не подчинится, будет думать о чем-то своем, вы это увидите. Ну, слушайте, с одним сенсором мы это вряд ли увидим, кроме того, оно может начать меняться, и не потому, что он не подчинился, а еще по множеству других причин. Если вы захочете навредничать, вот... Ну, ну, может быть, да, ну, может, нет, ну, может быть, ну... Ну, это вряд ли. Да, ну, это вряд ли. Нет, ну, здесь же вопрос принципа, да, и если принцип мы реализовали, вот он работает, то есть как бы... Но, действительно, я был потрясен именно уровнем сигнала, то есть, потому что с электроэнсифолографией всегда, ну, очень сложно поймать вот эту синхронизацию. Ну, чтобы такой график получить, нужно там делать усреднение многочисленное и все. А здесь еще очень видно, еще очень интересный факт виден, что вот эта активность, она возникает такими всплесками, да, то есть вот это вот в альфа-диапазоне, там, в 10 Гц и вот в бета-диапазоне, видите, они такие всплески, они пришли и ушли, они пришли и ушли. И когда усреднение ты делаешь, поскольку они приходят в разные моменты времени, оно у тебя получается такое пятно большое здесь, что ну да, вот здесь появился ритм, а вот здесь он исчез. Но вот его тонкая динамика, и вот здесь мы как раз можем говорить о том прекрасном временном разрешении, которое предоставляет МЭК, ну и вообще ЕЭГ, любые электрофизиологические методы. Но МЭК комбинирует хорошее временное разрешение и высокое пространственное разрешение, а сенсоры, которые находятся очень близко к голове теперь, они фактически находятся... Ну смотрите, если от скальпа до коры, ну будем считать 2,5-3 сантиметра, а от коры до сквида, до сенсора, ну сантиметра 4, ну давайте даже будем считать 3, вот, то нам получается в два раза повысить, уменьшить расстояние. А если поле задухает как квадрат, даже если как квадрат таких сложных источников, то это получается, что в 4 раза соотношение сигнала-шума увеличивается, а если в кубе, то в 8 раз. Ну и действительно получается намного больше информации мы можем регистрировать из мозга при помощи меньшего числа вот этих вот современных сенсоров. То есть, скажем, система там из 300 сенсоров эквивалентна, стандартных сквидов, эквивалентна 50-канальной системе на МЭГе, с точки зрения количества информации, которую она поглощает об активности мозга. И плюс они не требуют ни гелии, ничего. Это, в общем, довольно перспективная штука, и я думаю, что если у нас удастся свой сделать сенсор, это будет большой прорыв. К сожалению, мне не удалось найти целевого финансирования, я в течение 5 лет бегал целевое финансирование именно вот на эту работу. Но мы делаем пока это на энтузиазме, так что надеемся, что как-то нас услышат. Это просто уже демонстрация того, что можно при помощи одного сенсора, расположенного стандартным C5, это, да, это врачи знают, да, отведение про правую руку, C5 слева, на моторной коре, можно получить очень высокую точность, причем это воспроизводимое по экспериментам и так далее. Это вот видео, наверное, можно запустить. Ну, то есть здесь человеку говорят, вот, двигайся, и дальше он срабатывает. Мы сделали эту обратную связь человеку, вот этому моему, ну, сейчас уже мы провели на нескольких людях, вот, ну, это вот самый первый эксперимент в виде руки, потому что, ну, вот, считается, что когда ты видишь руку, то мозг это естественнее воспринимает, и лучше, лучше система работает. То есть, как бы, ну, здесь даже можно и без этого видео. Тут видно невооруженным глазом, что вот когда видны вот эти вот чередования, наличие ритма, это когда ты в состоянии покоя сидишь, и отсутствие данного ритма, когда ты начинаешь воображать движение. То есть, в принципе, все довольно надежно работает. И, ну, конечно, и понятно, что, имея такую чувствительность, можно заниматься изучением очень-очень тонких процессов, там, ну, если говорить про движение, формирование организации движения. Маслительные все эти, да? Да, конечно. Вот сейчас Сергей Жишишкин начинает и уже начал проект по изучению отличия различных видов моторного воображения, то есть квазидвижения, там, или какие-то, еще вот другодовой вариант. И вот он хочет это сделать, в том числе при помощи монсенсоров, которые, естественно, позволяют. Вот были даже какие-то завиральные исследования, публиковались, ну, такие на научно-популярном уровне, что одна даже мысль о совершаемых физических упражнениях способна достигнуть такого же эффекта, как, собственно, физический. Если много, если очень много думать о том, что ты бегаешь, ты будешь жечь столько же калорий, сколько. Ну, известный же факт, на самом деле, что тренировка, например, вот, там, тот же теннис, да, то есть она продолжается еще два часа после того, как тренировка закончилась. После того, как это закончилось. Конечно, мозг это все прокручивает, и все это, и это так называемое... Вы считаете, что ты при этом калории? Вот это вот неизвестно, да. Можно быть, да? Если бы, да, да. Ну, все-таки этот интерфейс мозг-компьютера, это, в общем, на самом деле, если так вот честно говорить, то мне кажется, что это, конечно, очень перегретая тема интерфейс мозг-компьютера. Ну, она очень, очень горячая. Да, и мне кажется... Ну, интересно же. Ну, интересно, романтично, в смысле, там, читать активность мозга, да, то есть, но, в общем, обещаний, конечно, в этой области было дано гораздо больше, чем то, чего реально достигли. Вот, но это касается, там, и международных исследований, и то, что у нас, то есть, тоже обещания были очень-очень-очень-очень-очень большими, а, в общем, результаты... Ну, если это действительно помогает, скажем, парализованным людям со временем встать на ноги, ну, если да... Скорее, чем они бы восстановились сами по себе, это очень важно понимать, что они, может быть, и сами по себе... Да, в этом смысле, конечно, здесь тема очень тонкая, но то, что исследования... Тут же, как в науке же, бывает так, что, например, ты движим, ну, скажем так, энцефалограмму открыли, когда изучали телепатию, пытались изучать телепатию, и вот, тем не менее, да, то есть, вот, 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 изучали телепатию, что, ну, мне можно верить, мне можно не верить, но я, например, не очень верю. Ну, ерунда, типа. Да, вот, но, потому что наверняка можно найти фактор, который... Вот, и, но тем не менее, энцефалограмму-то открыли, а если бы не открыли энцефалограмму и магнитной энцефалограммы не было, я бы здесь не сидел, вот, что очень здорово, вот, поэтому... Я бы думала, кого еще звать? Да, но вот здесь мы поговорим по, как раз вот, реализуя вот это вот название от клиники к фундаментальным исследованиям, вот это применение магнитной энцефалографии к мониторингу интерректальной активности, интерректальная значит, что между судорогами, да, и обычно у пациентов, у эпилептиков регистрируется вот такая вот эпилептиформная, так называемая, активность, такие пик-волна комплексы, спайки мы их называем, и они часто довольно могут быть локализованы, то есть можно найти, откуда они пришли в голове, вот. И после того, как мы их нашли, оттуда обычно возникает, ну, бывают везунчики, ну, в кавычках, да, но тем не менее везунчики, люди, у которых находится одна единственная зона, и врачи тогда точно знают, что там результаты МЭГа, результаты ЭГЭ, мониторинга, клиническая картина, что тоже очень важно, вот, они совпадают, и тогда понятно, что назначается резекционное операционное вмешательство, определяются определенные зоны, и человек с большой вероятностью на довольно длительное время становится освобожден от судорог, вот. Но очень часто, к сожалению, я вот обрабатывал в свое время, там, в рамках гранта еще американского, 40 пациентов, 39, и у нас получилось, что среднее количество кластеров, которые наблюдают, ну, среднее, оно дробное, оно 1,9, ну, то есть, их 2 как минимум, да, то есть так вот, ну, не как минимум, ну, в общем, в среднем 2, да, но, как правило, их там, бывает, бывает редко 1, но бывает и 3, бывает и 4, вот здесь 3, вот. И вот, что интересно, что вот этого пациента у него, на самом деле, изначально, когда он был маленьким, у него был кластер найден в лобной, в лобной зоне, и вот здесь видно, что у него проведена резекция в лобной зоне, видно, что она отрезана, вот. А в, в, как бы, после, он пришел как раз уже к нам, ему уже было 17 лет, и выяснилось, что у него, на самом деле, очаг находится в височной зоне, и после уже удаления небольшого куска височной коры он стал, вот, избавился от судорога. Я, правда, сейчас не знаю, какое у него сейчас состояние, но там 2 года после того, как мы сделали операцию, он избавился от судорога, в общем, у него, в общем, нормальный образ жизни. Вот. И, соответственно, мониторинг заключается в том, что мы можем видеть эти спайки, мы можем их локализовывать, и существует исследование о том, что все-таки энцефалография, магнитная энцефалография позволяет видеть больше спайков и точнее их находить локализацию, откуда они приходят. Вот. Мы тоже довольно активно в этой области, и сейчас вот разработаем всякие методы, в том числе очень важным считаем взаимодействие с врачами, безусловно, да, потому что врачи, конечно, должны верить этим методам, и вот у нас там ежегодные, еженедельные семинары, у нас наши клинические партнеры, это Михаил Синкин в МГМСУ, и вот он работал долгое время под руководством Владимира Викторовича Крылова, академика, и, ну и сейчас, собственно, это взаимодействие продолжается, и коллеги у нас есть клинические в Поленовском институте в Петербурге, это вот Настасия Архипова и нейрохирурги, которые позволяют, с которыми мы вот тоже работаем, но пациентов московских только мы отвозим в МЭК, и картируем, магнитно-циклографические вот эти вот данные получаем, и ищем вот эти вот межсудорожные события, и придумываем в том числе всякие методы, которые могли бы транслировать, ну вот врач говорит, нет, спайк это не это, спайк это вот когда у тебя нет активности до, потом резкий пик, потом вот волночка, вот оно, примерно, соотношение там пик, он там в два раза ниже, чем, ну, в два раза выше, чем эта волночка, ну вот, и мы транслируем наши алгоритмы, придумываем алгоритмы, которые могли бы вот эти вот вербальные описания превратить вот в какой-то, в характеристики формы, да, И используем эти алгоритмы и пытаемся локализовать эти спайки. Но это полбеды, как я сказал, потому что обычно находится несколько зон, и нужно понять, какая из них первичная. И на самом деле происходит что-то типа такого. То есть тут два меча, как вы видите, и вот они между собой стреляют. Нужно понять, кто же первичный-то на самом деле. И вот так, если схематически это изобразить, скажем, у вас есть кластер 1, кластер 2. В одном кластере возник спайк, в другом кластере тоже возник спайк. Вот если вот это распространение времени, которое прошло между одним и другим, оно там в рамках определенного физиологического предела, то можно, если это повторяется история, то можно, наверное, сказать, что первый кластер в данной ситуации является первичным и ведет кластер второй. Но это еще давным-давно я разработал эту методу, которую мы периодически применяем. Вот, например, это один из, вот тот же пациент, собственно, о котором я говорил. То есть эта работа уже применена к ряду других пациентов, но не так много, как вот простейшая просто детекция наших спайков. Сейчас мы просто хотим вот двинуться в сторону более систематического исследования вот этого метода. Но здесь вот методика позволяет нарисовать такие вот матрицы. Я не буду все детали, естественно, даваться. Но вот видно, что если вот это вот считать строчки, считать столбцы, если это первая строчка и третий столбец, то это распространение из первого кластера в третий. Ну, вот если бы было вот здесь, но здесь не так выражено, то это распространение из третьего во второй. То есть, вот, но из первого в третий более выражено, и это как раз вероятность того, что, ну, это статистическая значимость, а цвет, он говорит о, ну, насыщенность черного цвета, говорит о вероятности того, что спайк в кластере 1 в данной ситуации превратился в спайк в кластере 3 в течение, там, 20 миллисекунд. Вот. И вот отсюда можно заключить, сделать вывод о том, что первичным является все-таки вот этот вот височный кластер, а вот этот вторичный, лобный кластер, он все-таки вторичен. И, соответственно, на основе этого можно принимать решение о резекции. Конечно, это все еще такие методы, все равно, несмотря на то, что это довольно давно было разработано, в клинике еще этого нет. Еще нет. Мы сейчас с нашими вот партнерами пытаемся это применить, но это носит, конечно, такой рекомендательный характер. Это когда, как обычно, если ничто другое не помогает? Ну, не то, что даже, нет. Мы параллельно делаем, и решение принимается на основе анализа и магнитоэнцефалографии, и электроэнцефалографии, и стандартных исследований, и ФМРТ иногда делают, даже, причем именно иктальные ФМРТ делают. Нет, я того, что есть имитивкоментозная никак не работа. А, вы имеете в виду, да, конечно, да. Ну, конечно, да, как правило. Потому что препараты есть сейчас новые, хорошие, другие уже совсем. Да, человек привыкает к ним, единственное что. И вот, знаете, на самом деле, одна из проблем. Вот одна из проблем, тут вот, как всегда, всегда нужен какой-то баланс. Да, потому что, если человек поступает в нейрохирургию по поводу эпилепсии рано, то, скорее всего, у него один, ну, не скорее всего, очень часто, у него есть большая вероятность, у него один очаг. А если он уже долго прошел, долгий путь в этом заболевании, и вот эти судороги, которые каждый раз возникают, они же протаряют новые пути каждый раз, да. И, например, fire together, wire together, да. То есть, как бы, и поэтому получается вот эта ассоциативная история приводит к тому, что у них, кажется, нескольких эпилептогенных зон. Их, с одной стороны, сложно диагностировать, а с другой стороны, мозг уже организовал в себе вот эту вот ненормальную эпилептогенную сеть, в которой в каждой зоне есть какие-то нарушения. Хорошо, если есть первичные. Но очень часто бывает так, что первичную бывает не найти. А, скажем, отрезать два виска нельзя. Поэтому тут вот вопрос, то есть, как бы, сидеть на лекарствах или все-таки идти в радикально? Хотя, конечно, это очень рискованное и очень такое, ну, очень опасное. Да вообще даже запрещено было одно время, по-моему. Вот это я не знаю, но я не знаю этого. Ну, наверное, вот. Это, конечно, тут тоже, конечно, всегда вопрос. Особенно, если говорить, что, например, если в детском возрасте эпилепсия, в детском возрасте очень сильно тормозит развитие ребенка. Очень сильно. Вот, и поэтому, и с другой стороны, в детском возрасте очень часто это может быть унифокальное что-то, то есть один фокус. Поэтому я бы сказал, что вопрос очень сложный, как всегда. И он зависит от человека, от родственников. Человек делает решение. Вот, очень редко бывает у нас пациенты... Ну, не редко, но, скажем так, очень часто бывают пациенты с эпилепсией, которые ментально уже очень сильно страдают, то есть он несохранный. И это скорее говорит за какое-то такое, наверное, раннее вмешательство. Но при этом, конечно, хочется, наверное, чтобы это раннее вмешательство было по возможности неинвазивным, например, при помощи тех же гамма-ножей. Хотя есть мнение о том, что скальп хирурга лучше, чем гамма-нож, потому что он создает зону некроза и так далее. Но есть такая штука, как термогенетика, не термогенетика, извините, термо... ультразвук. Ну, вроде коагуляции, да? Да, да, да. Ну, ультразвуком нагревают просто, но это лучше работает в центральных зонах, потому что, чтобы сфокусировать вот эти вот лучи от трансдюсеров, и вот у Всеволода Белоусова, в ФМБА, в Центре мозга нейросинологии, там у них есть эта система, она развивается, ну, в основном они это делают для паркинсоников пока, но вот я думаю, что если... там же как получается, там есть линза акустическая, да, которая позволяет, ну, которая позволяет согласовать сопротивление в распространении вот этого вот аудио... ну, вот этой ультразвуковой волны, вот. И из-за того, что чтобы сфокусировать в дальней зоне, гораздо проще. Но, может быть, если про периферию, может быть, можно строить какие-то искусственные линзы, такие больше, да, то есть какие-то гелевые или еще чего-то, и тогда можно фокусировать уже на периферии, непосредственно на коре, и осуществлять вот этот вот нагрев и разрушение ткани без вот вещей, таких негативных последствий, которые есть вот гамма-ножей. И если вот диагностику ненавазивную продвинуть, то, мне кажется, тогда и хирургия была бы, и эпилепсии гораздо более востребованной, да, и гораздо более щадящей в результате была бы, потому что, ну, конечно, вскрытие головы, ну, это все очень, это жесткая довольно история, да. Очень серьезно. Вот, поэтому вот, если говорить о вот этих вот как раз детальном распространении, да, вот о детальных каких-то тонких моментах, которые, например, можно при помощи любого того гамма-ножа, либо с помощью сфокусированного там в объеме один миллиметр ультразвука, да, попытаться, то здесь можно говорить еще о таком локальном распространении, мы это называем интерактальные разряды под микроскопом, ну, это не микроскоп, но стоящий, это просто гораздо, здесь мы рассматривали до этого дистальное распространение, да, когда из одной зоны, там, далеко-далеко, куда там распространение. То здесь пристальное. Да, то здесь такое прямо в деталях, и здесь приходит нам на помощь предположение о том, что активность на коре вообще-то это волна, вот, и то есть это не какой-то кусок коры, который вот зажигается и гаснет, то есть очень часто это на самом деле волновая активность, вот здесь вот показаны, ну, вот видно даже вот тот же интерактальный спайк, вот если посмотреть, вот на второй половине, вот смотрите, активность начинает как бы съезжать, да, то есть вот она, Вот, и это соответствует, скажем, этому дипольчику, который вот он вращается, по сути, а как он вращается, он ездит и двигается по коре, вот, и вот поиск таких, и у нас было исследование, в котором мы как раз захотели посмотреть, а являются ли интеллектуальные спайки вот эти волнами, потому что было куча исследований там, что как комплексы это волны, там миоритм это волны, там альфа-ритм это волна, ну началось, короче, вот, и мы думаем, а что ты не смотрел про интеллектуальные спайки, на самом деле, как выяснилось, смотрел, смотрел только инвазивно, и вот как раз увидели очень интересную вещь, что если, ну, смотрели инвазивно... Ну, слушайте, тут сразу квантовая физика приходит на ум, если инвазивно, можно нарушить то, что на самом деле... Ну, да, ну, слушайте, на самом деле, даже когда мы мегом измеряем, мы же тоже, по сути, подсоединяемся, ну, капл, да, то есть... Ну, то есть я не в виду просто, не то чтобы... Нет, я понимаю, о чем вы говорите, да. Да, но просто вот квантовый мир, да, если в него вмешаться, он утрачивает свою, не покажет вам волну. Он отвечает на те вопросы, которые ты ему задаешь. Да, и он не покажет тебе то, что у него было скрыто на самом деле. То есть это не волна. Нет, вот смотрите, то есть тут такая ситуация. Нет, нет, это, во-первых, это не те волны, которые там корпускулярно-волновые... Да, 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 я вот про это. Нет, 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 нет. Это просто, и на самом деле, мне кажется, что это вот из-за чего. У каждого нейрона, у него есть, ну, не секрет, есть рефракторный период. Ну, он, есть период, который он после генерации ответа, он должен помолчать, чтобы добрать энергию, грубо говоря. Вот, ну, соответственно, если у вас какая-то популяция нейронов, что-то за сорт отвечает, должна что-то отрабатывать, какую-то коммуникацию обеспечивать или еще что-то, вот она поработала, дальше нужно передать слово другое, потом можно вернуться. Потом, и вот эти вот волны, вот они вот... В этом смысле. Да, 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 это одна из гипотез. Кроме того, вот эти волны, известный факт уже, то есть, что, например, вот эти волновые процессы, именно распространение волны от первичных участков зрительной коры в более высокие уровни обработки, она синхронизирует эту обработку. По сути. То есть, здесь все, вот все вот эти вот синхронности, которые мы смотрим по магнитоцилографии, все эти функциональные нейронные сети, да, они очень во многом обусловлены наличием вот этих вот, собственно, волн, которые оркеструют, которые синхронизируют, вообще говоря, активность на коре, то есть, как бы, да. Вот, ну и здесь там было просто интересно, то есть, а есть ли вот, ну, просто интересно, вот есть ли вот этот вот фактор распространения этой активности, да, вот в вот этих международных спайках. И мы посмотрели на это дело, мы придумали всякие методы, я не буду о них, конечно, детально рассказывать, но мы попытались описать активность, которую мы видим, как волну, и посмотреть, насколько предположение об этой волне, о том, что это волна, насколько оно имеет место быть вот для каждого конкретного спайка. И вот, например, если, ну, вот, например, пациент такой довольно яркий, скажем, здесь вот эти точечки, это то, куда наш спайк упал, куда, где мы нашли его, откуда он происходит. Вот, и дальше мы посмотрели, как локально во времени ведет себя вот этот спайк, да, то есть, мы нашли такой интервал, такой момент времени, вот, вот здесь вот это момент времени, начало, да, и такую скорость распространения, где наша волновая модель бы максимально хорошо описывала вот эти вот наши данные. Вот, ну, и вот тут видно, что здесь существует такой хорошо выраженный максимум, то есть, тут, тут, тут хорошее описание. И дальше мы посмотрели, взяли для каждого, и нашли вот этот максимум, ну, это, например, там, то, насколько у нас хорошо модель описывает сигналы, которые мы зарегистрировали, да. И дальше для каждого спайка мы можем такое одно число получить. Просто насколько, насколько этот спайк, при условии, что мы можем искать момент времени и подобрать для него скорость распространения, насколько он хорошо описывается этой волновой моделью. И нарисовали гистограммки. И вот здесь видно, что, например, кластер номер 2, который находится вот в дотылочной области, да, в оксипентальной коре, он обладает большим числом, относительным числом вот этих вот спайков, которые описываются волновой, чем больше значений, тем лучше. Вот эта гистограмма, которая слева, вот, она как раз говорит о количестве высоких значений, которые описывают вот степень совпадения моделей и реальных данных. Вот. И оказалось, что вот у этого пациента оказалось, что действительно этот кластер и есть эпироптогенный, первичный. То есть вот. Потом мы проанализировали 9 пациентов таким образом и увидели, что у всех, причем у этих пациентов, у всех кроме одного, были результаты уже хирургического вмешательства. У всех у них так называемый ангель-1 исход, то есть это существенное, ну, это отсутствие или существенное сокращение судорог. Вот. И зоны кластера, где максимальное количество спайков, похожих на волны, очень серьезно перекрывалось зонами, которые были обнаружены, как эпироптогенные, были резицированы, либо были вот в этом пациенте просто независимо продиагностированы. У нас пока здесь 9 пациентов, у одного у нас ничего не получилось из 9, но вот мы считаем, что вот этим неинвазивным методом мы можем такую штуку видеть. Так вот, мы немножко, как бы, в таком стиле у нас бывает, что у нас приходит какая-то идея, мы начинаем это изучать, и очень нам интересно это изучить, мы не всегда смотрим в литературу. Вот. Мы посмотрели в литературу и поняли, что нет, то, что это неинвазивно, никто не делал это, мы знали. Вот. И мы более того, когда мы начинали это исследовать, мы не знали, это на самом деле добавляет к чистоте эксперимента, мы не знали и не хотели найти, что вот интеллектальные спайки, которые ведут себя как волны, приходят именно из тех зон, которые первичные, эпилептогенные. Вот. А здесь выяснилось, что мы посмотрели статьи, там и Томлинсона, и Смита недавно, статья была в E-Life, которые действительно показывают, что интеллектальные спайки, если они ведут, сеточку уже накладывают инвазивную, смотрят, видят волну. Резекция, результат положительный. И вот это было продемонстрировано. Вот. И уже много где, и при помощи и сеточек электродов, микросеток, и при помощи электродов интеркортикальных, показано, что действительно эпилептогенная зона обладает волновостью. Вот. Активность в ней обладает волновостью. И оказывается, что мы при помощи нашего метода можем это видеть неинвазивно. И это, мне кажется, очень здорово. Это здорово. При помощи МЭГа. Причем при помощи ЭЭГа это не увидеть. Потому что просто вот такое просто... Потому что там, здесь мы говорим о распространении, там, ну, несколько миллиметров, там, ну, два, три, ну, пять, ну, десять миллиметров. То есть вот это вот. Вот. И понятно, что это все статистики, но спайков-то много. Мы можем, по идее, эту статистику себе позволить. И вот это такой вот сложный слайд, но здесь не нужно вникать. Нужно просто понять, что вот инвазивно показано, ну, вот, например, Томлинсон показал, что вот там, где есть такое распространение, видите, вот этот спайк, он смещен. Вот у этих пациентов, у них как раз и был исход, потому что понятно, что сетка накладывается там, где будет резекция, у них и было избавление от судорог. А вот статья The Life Smith, который вообще показал очень интересную вещь, я сейчас ее на следующем слайде расскажу. Вот. Но все вот эти вещи мы можем видеть, как дистальное, мы можем дистальное распространение видеть, да, это вот методы, которые, которые дистары относительно, вот. И мы можем видеть локальное распространение, и все это не инвазивно. И таким образом мы, мы, но это только начало, понятно, что мы еще в начале нашего пути здесь, потому что, потому что, конечно, все очень нужно подтвердить на гораздо большем числе пациентов, и мы вот сейчас над этим работаем, вот. Но если это действительно все подтвердится, и более того, это стандартный МЭГ, а если мы это сможем делать с МЭГом, который находится, который еще более чувствительный, то здесь шансы, наверное, еще выше, что мы это сможем действительно увидеть, то я думаю, что эта технология просто изменит то, как мы подходим к лечению эпилепсии, может быть, это вообще все станет неинвазивным. Вот. Это было бы очень здорово, на самом деле. Потому что, как я говорю, был бы довольно большой социальный эффект, потому что эпилепсию можно было бы оперировать раньше. Вот. И это тоже очень здорово. Вот. Ну и вот, и получается, на самом деле, вот если все это вместе, ну это такая просто немножко фундаментальная такая штука, получается такое очень интересное, ну это как гипотеза. На основе вот тех статей, которые мы в результате инвазивные тоже, в конце концов, почитали, получается такая штука, что есть зона наступления судороги, то всех хотят найти. И в ее окрестностях возникают вот эти вот спайки, то есть вот эти красные точки, это вот то, откуда эти спайки приходят, да, то, откуда эта активность приходит. И в этой зоне, учитывая, что в ней есть существенное нарушение баланса возбуждения и торможения, в этой зоне и происходит распространение и именно в направлении самой вот самого вот этого вот эфлютогенного фокуса прямо. Это некая зона там, ну, примерно там сантиметр вокруг, да. Вот. А здесь вот оно происходит, это распространение. А если эта активность по дистальным, по белым волокнам каким-то образом распространяется в удаленные, так называемые, радиационные зоны, то там с возбудимостью и с балансом все в порядке. И поэтому спайки, которые там возникают, они не распространяются. Вот. И оказывается, вот у Смита было показано, что распространение как раз происходит вдоль направления судороги, то есть потому что вот спайки чаще возникают в сторону стандартного распространения судороги, куда она, когда уже судорога начинается, да. Вот. Ну и вот такая механистическая модель, которая кажется вполне себе естественной и такой специологичной и так далее. И все это на самом деле, вот и дистальное, и локальное распространение можно видеть неинвазивно. Это самое главное. Да, и это с помощью Мэга. Вот. Поэтому здесь, говоря о том, насколько Мэг вообще важен и насколько он интересен, ну, мне кажется, вот это само за себя говорит. Вот. Да. Ну и теперь вот самое главное. То есть как бы... То, что мы обещали вначале. То, что наши зрители уже видели это лицо. Да. Иван Николаевич. Вот, да. К сожалению, Иван Николаевич от нас ушел, но нам посчастливилось с ним начать работать. И вот эти его знаменитые эксперименты на кошках, которых он, кстати, нежно любил. Да, да, да. Он, знаете, как говорил, кошки, которые работают у меня в лаборатории, он говорит. Да, да, да. Он так говорит. Ну, они действительно работают. Вот. И они же действительно... Он же рассказывал вот это очень интересно, что... Понимаете, ведь наверняка же кошки между собой как-то общаются. Да, да. Ну, наверняка. Ну, такие животные, что, да. И, соответственно, если им там, на этом станке, было бы плохо, то они бы не подходили к нему и не хотели туда. Правда? Конечно. Вот. Поэтому нет. Он, конечно, потрясающе гуманно обращался с животными. И вот эту вот теорию свою, висцеральную теорию сна, да, он очень... То есть вы с ним сотрудничали, успели посотрудничать? Да, мы с ним посотрудничали. К сожалению, очень коротко. Вот. К сожалению, очень коротко. И, к сожалению, мы все делаем очень медленно. То есть если бы мы делали быстрее, у нас бы, конечно, вышли нормальные публикации совместно с ним. Да, вот я публикацию не нашла. Сейчас она будет. Нет, нет, она будет, эта публикация. Безусловно, мы работаем. У нас уже есть несколько испытуемых, которых мы все это, я сейчас скажу, проверили. И, конечно же, мы очень хотим, конечно, какой-то серьезный журнал. Сейчас это сложно. Но надеемся, потому что это... Не принимают эти теории очень многие, очень многие... Но у него публикации есть. Да, у него, безусловно... Он не сразу это опубликовал. Нет, конечно, да, но у него есть его фронтиру. Я забыла фамилию. Кто-то приписывал молодой себе приоритет. Вот этого я не знаю. Да, кто-то наш соотечественник на Западе, да. И многие даже молодые научные журналисты, говоря об этой теории, ссылались на него, вообще не зная о существовании. Я с этим столкнулась. Просто не зная о существовании Ивана Николаевича Игорева. Но Иван Николаевич, он же рассказывал, что он об этом знал. Ну, он не исследовал, но он об этом знал еще в студенческой скамье. То есть, когда ему рассказывали про сон, он говорит, я знаю, зачем сон. Но сейчас уже, вот если открыть по обмету, много публикаций. Да, да, да. Сейчас уже есть. Более того, есть, именно тут нужно, опять-таки, разделять. Огромное количество работ сейчас, ну, они тоже недавно, на самом деле, стали появляться, которые изучают связь внутренних органов и коры, да, то есть, что там состояние внутренних органов влияет на критикальную активность, влияет на то, как эта критикальная активность меняется в зависимости от троскраниальной магнитной стимуляции, ну, и так далее, там, и сердце, и кишечник, и все. Нет, ну, в любом случае, висциальная теория сна сейчас ассоциируется исключительно с именем процесса. Да, исключительно с Иваном Николаевичем. Да, конечно, да, да. Вот, и идея ее заключается, напомню слушателям, что идея заключается в том, что зоны коры головного мозга, которые ответственны за обработку внешней информации, ну, вот зрительная кора, например, да, когда я не сплю, они переключают сюда обработку информации от внутренних органов во время сна. Во время сна. Вот, причем здесь мы не говорим, что вообще весь мозг переключается туда, да, то есть нет, конечно, например, слуховая кора, она как работала, так и работает, потому что, когда я сплю, зрительного входа у меня, понятно, нет, потому что у меня глаза закрыты. Да, но будильник я должен услышать. Ну, будильник я должен услышать, или я должен услышать кого-нибудь, какой-нибудь парня с дубинкой, или там, или охотника, или еще чего-нибудь, да. Вот, это с одной стороны. А и с другой стороны существуют участки коры, как, например, там, островок, да, которые всегда связаны с внутренними органами, они и во сне, и в бодрствовании, они всегда получают информацию от внутренних органов. И вот это как раз связь, вот эта ось очень сильно изучается, но вот эта вот модуляция этой оси, оси во времени, потому что ночью к ней подключаются еще другие участки коры, это совершенно... То есть такая аналогия с компьютером, который теперь, он все время проверяет работу системы. Да, 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 можно и так, наверное, это описать, да. Вот, ну и вот на схеме из статьи Ивана Николаевича здесь показано, что в состоянии бодрствования у вас мозг занимается обработкой информации от внешних органов, вот, и, ну, зоны определенной коры, то есть не все, то есть, конечно, вот, и, но при этом они отключены от внутренних органов. Вот, а ночью происходит ровно наоборот, то есть те зоны коры, которые раньше обрабатывали зрительную информацию, подключаются к обработке сигналов от внутренних органов и их нормализуют. На самом деле, ну, я не знаю, то есть я не физиолог, я инженер, но почему-то я когда услышал это, мне показалось это очень естественным и натуральным. Но это очень похоже, знаете, вот я когда услышал, например, теорию Фристона, да, всех вот этих вот, там, свободной энергии, ну, и вообще, на самом деле, даже не Фристона, а того же Генгольца еще давным-давно о том, что мозг это машина предсказаний, там, и так далее, Фристон просто операционизировал, да, показал, как это может действительно быть реализовано, вот, и там всякие еще про активные, active inference, да, то есть тоже рассказывал. Вот, ну, не знаю, но эта вещь, мне кажется, очень естественной, очень, вот она, вот я... На поверхности, да? Ну, ну, как это понятно, она не на поверхности, но после того, как тебе ее сказали, у тебя такое ощущение, ну да, как же иначе? Ну, да. И, конечно, это вот одна из, один из тех примеров, когда я вот это услышал, когда первый раз об Иване Николаевиче мне рассказали, ух ты, я очень хочу с этим человеком сотрудничать. Вот, и, на самом деле, Иван Николаевич первый в своей запись магнитоэнцефлограммы у человека осуществил еще вместе с Татьяной Александровной Строгановой, вот, в МЭК-центре, но как-то там не пошло дело, не знаю почему, мы к этому делу подключились, потому что очень нам это стало интересно, записали еще несколько испытуемых, сейчас расскажу, как это все происходит. Ну, это вот история о том, что действительно висцеральные органы, они действительно играют большую роль на наше сознание, ну, мы все знаем, да, там, что, что там изменение гомеостаза, да, то есть, там, когда у нас что-то болит, нам, естественно, уже ничего не хочется, да, нам нужно это починить, да, вот, если говорить о сне, опять-таки, вот именно приключение, то, что, как Иван Николаевич, все эти истории, там, Херриота, там, об этой овечке, которая проснула три дня, да, и проснулась здоровой, о том, что люди, если не спят, то у них начинают плохо работать органы внутренние и так далее, вот, ну, конечно, да, вот, ну, и плюс есть еще вот этот Антонио Дамасево, который в ЕСИОН себе приписывает, правда, более старые теории. Ну, и, кроме всего прочего, вот, помните, открыта была несколько лет назад глифотическая система, которая очищает мозг от всякого ненужного только во сне. Только во сне, конечно, да. Почему нужно спать, чтобы очистить это. Конечно, вот, поэтому все... Осколки, там, молекул, клеток, да, вот это все. Вот, и, конечно, ну, и вот Война Ясенецкий тоже очень сильно говорил, много говорил о роли сердца, да, то, что, действительно, вот, Дамасево подтверждает, ну, и до него еще, на самом деле, подтверждает, что все наши эмоции, да, они, как бы, мы их воспринимаем, потом наши внутренние органы реагируют, и мы уже интероцепцией вот этой вот понимаем, что, о, что-то произошло, понимаете? То есть это вот очень занятно. Но модуляция вот этого еще во сне, то, что, действительно, мозг ночью подключается к внутренним органам, для именно уже не столько, вот, описания там или восприятия какие-то эмоции или чего-то, а для просто нормализации их активности, ну, это вот абсолютно революционная штука. И здесь вот как, то есть, как бы, ну, это вот, опять-таки, такая схематическая иллюстрация, да, ну, и нужно стрелочкой, конечно, рисовать не в инсулу, а не в островок, а в зрительную кору, вот, происходит так, испытуемый лежит, ну, здесь вот та же картинка, что испытуемый, который вот, который при аптеке, ну, нет, это другое, на самом деле, испытуемый, вот, они глотают таблетку, вот, которая там изображена, которая является автономным электрическим стимулятором. Она стимулирует кишечник изнутри при помощи вот таких вот импульсов, которые идут каждые три секунды, вот, и их там 10 импульсов, потом она замолкает. Потом, вернее, внутри каждого импульса, три маленьких импульса, потом она замолкает через три секунды опять, вот. И человек ее глотает, она распространяется, и две ночи мы этого пациента пишем магнитную цифлограмму. Это были, вот, сейчас уже три у нас пациента есть, вот, не пациента, а испытуемых, то есть это здоровые барышни, вот, и мы видим, ну, вот, когда они проглотили эту таблетку, да, и вот мы видим, вот мы пишем маг, во-первых, мы видим, как только штука генерируется, мы видим вот этот вот отклик, но это сразу, это вообще никак не в мозгу. Нет, это не в мозгу, это просто ткань, это просто, ну, это даже вообще может просто активность отклика от самой вот этой вот таблетки издалека, потому что магнитное поле порождается, а сенсоры могут ее изменивать. Более того, при помощи этого отклика, на самом деле, можно ее и локализовать, эту таблетку в кишечнике, то есть мы можем сказать, где она справа, слева, то есть как она идет, при помощи электронной цифлографии этого сделать очень сложно, если оно на голове, да, вот, но, понятно, с другой стороны, можно положить массив электрических сенсоров прямо на живот, да, и тоже сделать локализацию, мы сейчас хотим тоже в этом направлении продвинуться, но неважно, вот, но вот этот первичный ответ, который, он нам не интересен, потому что это так называемый артефакт стимуляции, это не ответ мозга, это не ответ распространения этой активности по аксонам, по вот этим вот всем, да, по всем этим синапсам и туда уже наверх, на голову, вот, а интересен ответ, вот, который... Вот, я как раз думала про мозг, да. Да, так вот, интересен ответ в мозгу, мы видим, на магнитном, через, вот, вот стимуляция закончилась, и через довольно большой срок... Сколько? Ну, порядка, вот, вот, там будет сейчас лучше картинка, я вам сейчас покажу, мы сейчас ее увидим, то есть, ну, это 300, 400, 500 миллисекунд, то есть, как бы, это большой отклик, то есть, это долго, вот, но это тоже совпадает с гипотезой о том, что висцеральные органы, на самом деле, связанные, ну, вот, с каким-то более сложным образом, чем внутри коры, да, у нас, все эти отклики происходят, чем первичные органы чувств, то есть, отклики вообще более, более, более латентные, более, более поздно возникающие. Но вот мы видим в медленном сне очень отчетливый ответ, которого мы не видим в бодрствовании и которого мы не видим в быстром сне. Если провести статистический анализ и попытаться это локализовать, где же мы все это видим, получается такая, что, сейчас постараюсь объяснить, но уже это важно, это сложный слайд, но здесь, по-моему, всего. Вот, значит, это результат усреднения вот этих вот ответов, то есть, мы выравниваем во времени, каждый момент времени, когда приходила стимуляция, усредняем и делаем статистический анализ, говорим, насколько вот то, что мы видим, поднимается, да, выше в состоянии сна по сравнению с состоянием бодрствования. Вот, и вот здесь видно, что в состоянии сна, вот на расстоянии примерно вот 500 миллисекунд, да, от момента, когда заканчивается стимуляция, мы видим всплеск так называемой вызванной активности. Вот, и это достоверно, и если мы ее локализуем, то мы видим ее в инсуле, в островке, вот там, вот, и в то же самое время поздний ответ, еще более поздний, и в том числе возникающий перед следующей стимуляцией, то есть, это некая антисипация, да, то есть, это ожидание ответа, мы видим в зрительной коре. И вот они, видите, перекрываются на самом деле, и здесь мы видим и в островке, и в зрительной коре, а здесь мы видим и в зрительной коре, и в островке. То есть, это получается такая нейронная сеть, которая связывает островок и зрительную кору, которая активируется во время сна. То есть, зрительная кора во сне берет на себя функции. Да, да, причем интересно, что у некоторых людей, вот у нас три человека, у двух слева зрительная кора, а у третьей девочки справа. но мы все разные они абсолютно гомологичные зоны и вот такая вот и понятно наверное что эту штуку можно сделать и при помощи электроэнцефалографии но вот это дополнительная возможность следить за таблеткой с минимальным количеством этого оборудования ну и точность локализации потому что на самом деле дальше возникает вот какой вопрос мы можем следить за таблеткой и смотреть как она двигается и можно сделать вообще самототопическую карту вот она двигается по кишечнику и в этой зоне кишечника у нас здесь в этой зоне кишечника здесь но это еще конечно нужно гораздо больше экспериментов наверное даже нужен один испытуемый у которого будет много экспериментов потому что я подозреваю что эти карты они все таки будут индивидуальны ну потому что тем более что мы говорим у одного слева а другого справа но то что здесь подсвечивается зрительная кора абсолютно никаких сомнений то есть как бы есть у физиологов аргументы меня позвали в институт высшей нейронной деятельности прочитать лекцию на эту тему. Ну, я говорю, что я про эту тему точно могу только как вам кусочек маленький рассказать, потому что все-таки не совсем мое. Мы просто продолжаем дело Ивана Николаевича. И, кстати, мы продолжаем с его бывшей аспиранткой Катей Левичкиной и с его сотрудниками. Я думаю, что мы это все... Я очень хочу. Единственное, конечно, очень большая у меня сейчас занятость, но очень хочется довести эту работу. Хороший трибют. Да, я прям считаю, что это просто мой долг. Это памятник ему такой хороший. На то, что удалось с Иваном Николаевичем поработать, это удивительно. И когда ты слушаешь, как он рассказывал, это просто фантастика, на самом деле. Ты вспоминаешь все вот эти старых ученых, которые... Это как будто вообще другой мир. Ну, а это тоже вариант. Это уже более сложный ответ. Это индуцированная активность, это уже ритмическая активность в бета-диапазоне. И вот она тоже носит... Причем, смотрите, в фронтальной коре. Фронтальная кора – это как раз то, что выполняет функции исполнительные. Вот экзеквативные функции, которые планируют что-то и так далее. И вот она, в ней, мы видим этот ответ, который тоже антисипаторный. То есть, как бы тоже возникает непосредственно перед следующей стимуляцией. И амплитуда этого ответа меняется по мере того, как вы... По мере того, как вы в глубину эксперимента входит. То есть, вначале он маленький, мозг еще не понял, а потом он понял, и он уже ожидает. То есть, все механизмы, которые на самом деле у нас работают при бодрствовании, оказывается, работают и во сне. То есть, да, та же самая вот эта вот пластичность, то же самое. Вот это... Ну, понятно, что это очень такие, может быть, предварительные утверждения, да? Ну, хотя, конечно, сама теория... Нет, ну, показатели... Ну, мало испытуемых. Нужно гораздо больше. То есть, нужно там, ну, как минимум, я бы сказал, десяток испытуемых, у которых воспроизводимая картина. И тогда, сопоставив вот работу Ивана Николаевича на окошках, можно, конечно, уже эту теорию прямо... Ну, и дальше там нужно кучу вещей проверить еще, то есть, всякие дополнительные возможности, чтобы исключить какие-то другие причины. Но, учитывая, что мы это можем теперь делать на людях, на здоровых, с которыми можно, ну, как-то манипулировать экспериментальными условиями, я думаю, что мы это сделаем. Это то, что я хотел рассказать. Спасибо большое. Спасибо. И в рубрике «По скриптум» я хотела спросить о другом, что, на самом деле, мне кажется, сейчас очень важно. И я почти всем практически задаю этот вопрос, потому что я знаю, что какую-то часть жизни эти люди были очень связаны. Я имею в виду сотрудничество с западными коллегами. То есть, некоторые просто коллегиально общались, а вы, например, диссертацию защищали, да, вот в Южной Калифорнии, вот у вас на предзащите, вы говорите, онлайн подключались коллеги. Как это сотрудничество, то есть, эти связи, по крайней мере, удается сохранить сейчас? Очень по-разному. Очень сильно зависит от человека и от людей. Да, потому что, ну вот, например, к сожалению, с моей группой, в которой я защищал PHD, вот Ричард Лихий, мы с ним общались, надо сказать, очень долго. И, ну, по мере течения времени, конечно, это общение, оно так несколько... Ну, оно, может быть, затухало, это чисто человечески, да. Ну, по-словечески, возможно, оно затухало, вот. Но я всегда чувствовал, что у него какое-то вот, ну, постепенно, по мере того, это же все начало с 2014 года, на самом деле, вот. Оно как-то начало вот очень, вот. Это я почувствовал. Я не стал, естественно, об этом еще говорить. Нет, но это мешает работе. Нет, вот, ну, мы, как бы, у нас не было именно вот, именно, ну, мы общались, но мы не писали вместе статьи, это не была как таковая работа, вот. Но с коллегами, с которыми мы там либо пишем совместно статьи, То есть то, что насущное. Да, вот, либо вот, то тоже очень сильно зависит. То есть, как бы, вот есть, например, я не буду, естественно, называть фамилии, имена, есть, которые очень резко сказали, что нет. Мы с вами делаем, не будем. Да, мы с вами нет, извините. Причем, более того, мне мои немецкие коллеги говорят, скажем, русскоязычные, говорят, что их перестали приглашать на журнальные клубы, на встречи и так далее. Нет, нам сейчас очень тяжело. Вот. А есть то же самое и другие совершенно коллеги. Вот у нас позавчера, естественно, был семинар с нидерландской группой, которая занимается декодированием речи. Мы тоже этим занимаемся. Мы им вот рассказывали об этой нашей работе. Вот тот же Гиденволта, который немец, который большой специалист вот именно в анализе, магито-инсифографии, всяких функциональных взаимосвязей. Мы с ним все время общаемся, и он абсолютно... Вот. Я думаю, что очень сильно зависит, от каждого проекта человека. Понятно, что мы находимся, и они находятся, и мы. Ну, мы с вами. Ну, мы с вами. Под прессингом. Под прессингом и СМИ вездесущих. Да, у них одни, у нас другие. Вот. И каких-то регуляций, которые у них есть, и которые они обязаны выполнять. Ну, просто с первых дней декларировалось то, что с обеих сторон, со всех сторон, что научные связи – это научные связи, это как бы не политика. Ну, вот. Я очень бы надеялся, что это так, если только не считать, что... Ну, понимаете, вот мне... Я, на самом деле, очень большой печалью глобально, потому что... Потому что вот то, что мы развивали в Высшей школе экономики вместе с Василием Ключевым, с Анной Шостаковой, и с другими коллегами, и с нашими иностранными, то есть коллегами, то есть и русскими ребятами, которые уже там, но они нас поддерживали, и вели научные группы в нашем Центре нейроэкономики сначала с Первой института к института нейронаук. Вот. Конечно, оно сейчас рушится. Ну, так глобально, конечно. Потому что им запрещают, студенты уезжают, защиты, которые должны были проходить в вышке, проходят не в вышке. Вот. А нам это тоже обидно, потому что, ну как, мы учили этих студентов, мы инвестировали, ну и государство у них потратило деньги на них в том числе. Вот. И, конечно, это очень печально. То есть, вот. Это очень... Вот. Но я... Но я очень надеюсь, мы все-таки как-то из этого выйдем и станем все-таки полноправными игроками и продолжим заниматься наукой на международном уровне. Потому что вот это вот... Да, сейчас сложно опубликовать. Мы тоже сталкиваемся с тем, что, причем даже очень хорошие статьи мы получаем отворот-поворот. Причем, причем поворот от журнала, в котором публикуемся регулярно, мы получаем либо затягивание времени рецензии, такое совершенно неприличное. То есть, как бы, либо просто отказ на уровне там преревью. То есть, как бы, нет, у вас статья не подходит. Ну, как она не подходит? Роскошная статья. Всегда подходила, а сейчас не подходит. Причем без ревью, без ничего, да? Вот. И это плохо. Это даже не то, что обидно. Ну, это обидно, конечно, но эмоции здесь, наверное, нужно в сторону отложить. Это плохо для науки, потому что рецензии... У нас не так много специалистов, которые могут дать... Вот один из них ушел, да? Вот. И которые могли дать адекватную рецензию на твою работу, да? Которые могут подумать, которые обладают такой научной эмпатией в том смысле, что которые могут войти в ту работу, которую ты делаешь, ну, и пропустить ее через свой мозг. Это, на самом деле, очень ценно, и это очень редко бывает. Вот. А рецензионный он как бы должен это делать, да? Ну, в среднем, в хорошем журнале он должен это делать. Ну, и их много, да? Вот, которые занимаются конфликтами твоей проблемой. И вот эта обратная связь, которую мы получали в виде рецензии, она, конечно, бесценна. Совершенно нельзя это сказать о рецензиях, которые мы получаем там на гранд РНФ от нашей локальной, они в среднем ужасны. Вот. И они вообще не системны, потому что можно три раза подряд гранд получить три абсолютно разных рецензии. Вот. А здесь очень все воспроизводимо, очень все предсказуемо, и очень метко, и очень точно, и очень позволяло нам, ну, с одной стороны, конечно, обеспечить... Ну, конструктивную. Ну, конструктивную критику, и в результате этого, когда ты дорабатываешь статью, ты получаешь действительно гораздо более качественное исследование, и видимое на международном небосклоне. Ну, вот. И я, конечно, вот в этом смысле, то, что если нас этого лишат, это, конечно, будет очень плохо. Вот. Ну, это уже вашу камеру надо собрать, да? Это тоже, я так понимаю. Ну, это техника, это ладно, это в конце концов мы соберем. Это может своими силами. Да, ну, так или иначе соберем, но, конечно, тоже удивляет, удивляет реакция коллег, которые на все предложения о том, ну, хотя бы банально, как деньги за сборку, которые, в общем, никак не ограничены, не в законодательстве ничего, они говорят, нет, это обход санкций. Это на самом деле удивительно. То есть воровство денег стало заполнено. это как-то некрасиво. Ну, мы при этом надеемся на что-то трудничество в будущем. Это изящно, да? Это изящно, да. Это изящно, да. Вот, поэтому, поэтому, не знаю, вся эта ситуация очень красивая. Знаете, на самом деле, когда мы оказываемся вот в таких вот сложных условиях, нутро оно вылезает. Вот. И вот, знаете, ну, скажем, в профессиональной деятельности я бы, вот у меня, в глядя случивами были ситуации, я бы, на самом деле, не хотел знать нутро. Ну, зачем? Я с человеком в профессиональном взаимодействии, мне больше ничего не надо. Я с детей растить не собираюсь. И вот. А вот эти ситуации, они, к сожалению, сталкивают людей и заставляют людей проявиться как-то не так, как ты ожидаешь. Ну, это на уровне и компаний, и групп научных, и отдельных людей. Вот. Это, конечно, очень сильно расстраивает. Тем не менее, я желаю вам больших успехов. Вы в начале пути, в каких-то, если многое сделано, в каких-то направлениях вы в начале пути. Пусть все получится. Хорошо, спасибо. И мы ждем вас здесь снова, как только хотите. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо.